Всем привет, вы на канале AVA. Сегодня в нашем обзоре лучшие смартфоны до 100$ с большим дисплеем. Большая диагональ дисплея нынче в моде. С фаблета большого смартфона удобнее читать новости, смотреть видео и играть. Именно поэтому мы составили для вас топ 3 бюджетных смартфонов с диагональю экрана 5,5 дюйма. Выбрать действительно есть из чего. И мы начинаем. Номер 3 Alcatel 3V5099D. Лучшее разрешение и большая диагональ при малом весе. Недорогой смартфон французско-американской компании, сохраняющий популярность уже долгие годы. Станет идеальным выбором для всех, кто любит большие экраны, но не хочет приобретать непомерно тяжелый девайс. Максимально большой дисплей, диагональ которого составляет 6 дюймов. Бренд Alcatel успешно сочетается со всем небольшим для подобных устройств весом, не превышающим 155 грамм. Таким образом, телефон с гигантским экраном даже несколько легче, чем конкуренты с относительно небольшим экраном. Одной из лучших модель сделали также превосходная детализация, ставшая возможной благодаря разрешению экрана 1080 на 2160 пикселей. И четкие камеры с фронтальной и тыловой вспышками. Яркий дисплей, чистый 8 Android, высокая скорость работы и поддержка сразу и двух сим-карт, и карты памяти. По мнению владельцев, отлично дополняют эффектный внешний вид смартфона. Его минусом считается лишь посредственная батарея емкостью 3000 мАч, которой хватает лишь на день. Номер 2 Meizu M5 Note, лучшая камера. С бюджетными устройствами у Meizu все не очень гладко. Взять хотя бы серебряного призера нашего ТОП-3. Корпус металлический, приятно лежащий в руке. Экран 5,5 дюйма, Full HD разрешение, цветопередача и углы обзора отличны. Производительность неплохая. 8 ядерных LL-P10 от Mediatek в паре с 3 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы не только в простых приложениях, но и в сложных 3D играх. Пусть и не на максимальных настройках камеры снимают не идеально, но для бюджетного класса очень даже годно. 13 Мп основная камера с диафрагмой 2.2, автофокусом и светодиодной вспышкой. При достаточном освещении не придраться, в темноте ожидаемо шумит. Фронталка также хороша, но есть у модели большой недостаток. Стоимость. Найти M5 Note менее, чем за 140$ можно, но лишь в двух десятках интернет-магазинов, что удобно не всем. Номер один Xiaomi Redmi Note 4X. Самое оптимальное соотношение цены и качества. Наилучшим соотношением цена. Качество радует, конечно, смартфон Xiaomi Redmi Note 4X хорош всем. Его приятно держать в руках за счет металлического корпуса. Экран с уже привычной диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Качество просто прекрасное для своего класса. А вот производительность на порядок выше. Процессор Qualcomm Snapdragon 625 и 3 гигабайта оперативная память выкинут. Практически любое приложение или игру. Если б еще MIUI не потребляла столько оперативки, было бы замечательно. Модули связи традиционные, а потому перечислять их нет смысла. Единственная претензия, нет NFC, что накладывает определенные ограничения. Камеры также не идеальны. Основная на 13 мегапикселя, днем нормально, вечером шумно, чудо не ждите. Зато аккумулятор аж на 4100 мАч. Да и быстрая зарядка поддерживается, что не может не радовать. Мы надеемся вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал АВА. Это был обзор. Лучшие смартфоны до 100 долларов с большим дисплеем. Спасибо всем кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи. До встречи.